Музыка Все мы сталкиваемся в зимний период с проблемой наледи. Это особенность не только нашего региона, средней полосы. Такие проблемы возникают и в других регионах России. Проблема вот в чем заключается. В связи с тем, что температура очень часто переходит через ноль, и вот эти перепады, они способствуют образованию наледи. Наледи на яндовых, наледи в водосточных системах. Это может привести к проблеме такой, как порча имущества, припаркованные автомобили могут пострадать, и могут пострадать элементы кровли. Соответственно, есть решение, это система электрообогрева, которая позволяет бороться с наледью. В этом доме у нас образовалась проблема с наледью и протечкой весной. Когда я поняла, что проблема достаточно серьезная, и мне предстоит дальнейший ремонт кровли, я решила эту проблему с помощью обогрева кровли. Основным компонентом системы является нагревательный кабель. В данном случае применяется нагревательный кабель постоянной мощности. По сути, это металлический проводник, по которому протекает электрический ток, выделяется тепло, и это тепло борется с наледью. Помимо нагревательного кабеля, у нас существует система крепежных элементов, с помощью которых этот кабель мы крепим к элементам кровли. Далее нагревательная часть присоединяется к распределительным коробкам, и от распределительных коробок с помощью силовой и контрольной линии подключается к шкафу управления. Перед нами щиток управления обогревом. Данный щит выполняет функцию автоматического регулирования и защиты системы обогрева. Основным устройством этой системы является регулятор температуры. Он настроен на диапазон температур от минус 15 до плюс 5. Это тот диапазон температур, когда происходит образование наледи. Помимо этого устройства, у нас представлено устройство автоматического выключателя. Это устройство для защиты от перегрузки и короткого замыкания. Есть устройство световой индикации. Одно из них сигнализирует нам о том, что система включена. Будет гореть у нас зеленая лампочка. И система индикации с красной лампочкой нам будет говорить об аварии. Аварии в данном случае устройства защитного отключения. То есть если происходит утечка тока, соответственно, срабатывает устройство защитного отключения, и загорается красный индикатор. В этом случае хозяин может прийти, посмотреть, вызвать электрика, который, в свою очередь, устранит данную неисправность. Кроме того, есть стандартная система защиты от утечки, то самое устройство защитного отключения, которое предохраняет нас от поражения электрическим током и защищает наше имущество от пожара. Коммутирующие устройства и автоматические выключатели, которые идут уже на каждую группу обогрева. В частности, для данной системы и для, в целом, помещений жилых рекомендуется использовать новое устройство AFDD, то есть это комбинированное устройство, которое в себя включает функции автоматического выключателя и функции устройства защитного отключения. То есть это защита от токов перегрузки, это защита от короткого замыкания, это защита от токов утечки. Помимо всего прочего, это устройство позволяет обнаружать дуговые короткие замыкания. Как это работает? Как только возникает какая-то неисправность сети, у нас подсвечивается световой индикатор, и это говорит нам о том, что нужно вызвать электрика. В критических ситуациях данное устройство выключается и обестачивает таким образом всю систему. Кроме того, существует индивидуальная настройка данной системы. О чем идет речь? Если у вас хорошая теплоизоляция кровли, таким образом кровля у вас будет находиться холодной. А это означает, что не будет происходить таяние, снега и наледи. Таким образом вы можете отрегулировать нижнюю границу на регуляторе, допустим, поставив ее на минус 10. Что вы получите? В итоге вы получите экономию электроэнергии за счет того, что система будет работать в меньший период за весь отопительный сезон. Но при этом стоит отметить, что в нашем регионе очень часто возникают ледяные дожди, даже при температурах минус 10. В этом случае что вы можете сделать? Вы переводите систему в ручной режим в обход регулятора температуры. Если допущены конструктивные ошибки при строительстве дома, система электрообогрева может эти ошибки исправить. Данную систему электрообогрева можно установить на существующее эксплуатируемое здание. Также можно установить ее на новое здание на конечном этапе строительной готовности. Когда у нас готова кровля, когда у нас готова водосточная система. Вот здесь с этого момента можно приступить к установке системы электрообогрева. Кабели устанавливаются в местах вероятного образования наледи. В данном случае это яндова, водосточные трубы, водосточный лоток и капельник. Это основные элементы кровли, подверженные образованию наледи. В зависимости от выделенной мощности можно применить либо кабели постоянной мощности, либо кабели переменной мощности, так называемые саморегулируемые кабели. Данные кабели позволяют менять мощность в зависимости от температуры окружающей среды. Чтобы не испортить внешний вид здания, применяются кабели черного цвета. Кроме того, есть возможность покрасить крепежные элементы в цвет кровли. Распределительные коробки устанавливаются в скрытых местах, чтобы они не портили внешний вид здания. Для обеспечения нормального функционирования данной системы требуется ее обслуживание. Здесь речь идет о том, что перед началом отопительного сезона требуется проверить все клеммные и винтовые соединения, проверить работоспособность УЗО и по возможности очистить кровлю от мусора и грязи. Это важно, поскольку налипание грязи и мусора на кабель может привести к выводу его из строя. Обслуживание системы должно производиться квалифицированными электриками в соответствии с ПУИ и СНИПами. Почему это важно? Самостоятельное обслуживание кровли может привести к неблагоприятным последствиям. Если говорить о затратах электроэнергии, то надо принимать во внимание, что система работает не весь отопительный сезон, а лишь около полутора-двух месяцев. В каждом конкретном случае расход электроэнергии индивидуален, но в любом случае он сопоставим с затратами на выезд специализированной бригады по очистке кровли от наледи и мусора. Надо не забывать про теплоизоляцию кровли. Чем лучше у вас изолирована кровля, тем меньше вероятность протечек у вас будет. Это нужно помнить. Два года я эксплуатирую данную систему. Она эксплуатируется только в зимнее время, с октября примерно по март, но в реалии эта система работает при определенных температурах и включается автоматически только при температурах от минус 4 до минус 15. В принципе, общее время работы системы в общей сложности около двух месяцев в сезон, и уже два года у меня практически избавилась от проблемы и протечки, и образования наледей и сосулей на водостоках. Система электрическая, она включается-выключается автоматически, расход электроэнергии зависит, естественно, от времени ее работы. Поскольку работает она не весь сезон, то это получается гораздо экономичнее и более выгодно, если бы эти средства ушли на ремонт кровли. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова